Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, экс-хормейстер академического хора русской песни Всесоюзного радио Центрального телевидения «Славянские напевы», заслуженная артистка России Лидия Васильевна Хадякова. В этом году в нашей стране отмечается 75-летие Великой Победы. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о роли песни в годы Великой Отечественной войны. Казалось бы, что общего горести войны и вдруг песня. Оказывается, песня сопровождала солдат всё время. На привале, давая возможность отдохнуть и забыться, оплакивала друзей погибших. Помогала вспомнить дом, воспитывала отвагу и ненависть к врагу. Каждый год войны рождал свои песни в соответствии с ситуацией. И у каждой песни была своя судьба. Кто-то быстро рождал песню где-то и быстро про неё забывали. Где-то песня взлетала на триумф славы, но оттуда быстро скатывалась. А есть песни, которые живут не годами, а десятилетиями. Вот о таких песнях и сегодняшний мой рассказ. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. И Лебедев-Кумач написал такие строки. 24 июня. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой тёмною, с проклятою ордой». Очень актуальны были эти слова. И буквально через 4 дня этот текст попался на глаза Александру Александрову, руководителю Краснознамённого ансамбля. И он написал музыку к этой песне. А ещё через неделю Краснознамённый ансамбль записал эту песню на Всесоюзном радио. И впервые она прозвучала на Белорусском вокзале, когда провожали солдат на фронт. Песня носит такой призывный характер, что очень соответствует времени, когда надо было поднимать страну и формировать армию. И эта песня помогала очень в этом. Помогала солдатам верить в победу. Помогала тем, кто оставался дома, верить, что обязательно её родные вернутся. Я предлагаю послушать эту песню. Без объявления войны Германские войска Напали на нашу страну Отбаковали наши границы Но многих местах И в ответной и подвёжке Со своих самолётов Наши города И в ответной и подвёжки Славан сказал, что без новости Славан сказал, что без новости Ив bitch ПЕСНЯ 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 которая называется «В землянке». Мы сейчас её послушаем, но я, прежде всего, хотела бы ещё сказать ещё об одном стихотворении. Это Константина Симонова «Жди меня». Вот текст песни «В землянке» и «Жди меня» Симоновская, «Жди меня, и я вернусь, только очень жди», эти тексты солдаты использовали как свои родные письма своей жене, своей подруге. Настолько здесь было правды много. Это было написано таким языком, что пройти мимо этих текстов, конечно, солдаты не могли, поэтому переписывали, переписывали и переписывали эти стройки. Сейчас, как я и говорила, мы слушаем песню «В землянке». Бьётся в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поёт мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой гармоника в юге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло От моей негасимой любви. Пой гармоника в юге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло От моей негасимой любви. В 1939 году была написана песня «Синий платочек». Была очень популярна песня, за свою мелодию такую незатемливую. А в годы войны Михаил Максимов встретил этот текст. И как-то текст вдруг ему показался неактуальным. И он написал новый текст. А мелодию взял та, что была. И получились новые песни. К солдатам на фронта приезжали агитбригады, состоящие из артистов. И вот в одной из бригад была исполнена Клавдия Шульженко вот эта песня «Синий платочек». И настолько она понравилась солдатам, что они просили исполнить ее снова и снова. И Клавдия Шульженко пела и пела эту песню. И песня оказалась жива до сегодняшних дней. Пожалуйста, послушайте эту замечательную песню. Помню, как памятный вечер Падал платочек твой с плеч, Как провожала и обещала Синий платочек сберечь. И пусть со мной Нет сегодня любви моей родной. Знаю, с любовью Ты к изголовью Прячешь платок дорогой. Письма твои получая, Слышу я голос живой. И между строчек синий платочек Снова встает предо мной. И час столбой Провожает меня Облик твой. Чувствуй рядом с любящим взглядом Ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков Носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи Помним в страде боевой. За них, родных, желанных, любимых таких. Строчит пулеметчик за синий платочек, Что был на плечах дорогих. За них, родных, желанных, любимых таких. Строчит пулеметчик за синий платочек, Что был на плечах дорогих. В тридцатые годы Михаил Исаковский Приехал на свою родину, Смолинщину. Дело было весной. Прекрасно цвели сады кругом. И он увидел такую картину, Как по берегу реки шла девушка Напевала песни. И у него родились строчки. Расцветали яблони и груши, Поплали туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. Но, к сожалению, дальше Ничего не получалось с текстом. Вот не ложился, и все. Как он ни старался, ничего не выходило. И он положил этот текст, Ну, как говорят, на дальнюю полку. Прошло сколько-то времени, И в нем произошла встреча С Матвеем Блантером. И он ему снова прочитал этот текст. Расцветали яблони и груши, Поплали туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокий берег, на крутой. Матвею Блантеру очень понравилась Вот эта вот игра слов. На берег и берег. И он буквально заставил Исаковского Написать продолжение этой песни. Ну, деваться было некуда, Тем более мелодия уже получилась. И тогда песня родилась заново. И получилась она какой-то и веселой, И какой-то лирической, И какой-то очень приятной. И песня получила свою жизнь. Не только она стала популярна у нас в стране. Итальянские партизаны взяли мелодию и песню, Как свой гимн. А в годы войны в 1943 году Имя Катюша было дано Новому оружию, Вардейскому миномету. И назвали Катюшей не... Это было Катюше не имя Вот конкретной девушки, А просто это было олицетворение... Катюше это стало олицетворением мира. Всего того доброго, Всего того замечательного, Всего того, что было дорого сердцу солдата до войны. И все, что хотел разрушить враг, Все это было очень волнительно для солдата. И Катюше стали придумывать новые тексты. Катюша была и медсестрой. Катюша была и разведчицей. Катюша была и радисткой. И везде менялись тексты, Но не менялась мелодия. А тексты совершенно были различные. Ну, например... Шли бои на море и на суше, Грохотали выстрелы кругом, Распевали песенку Катюша Под Смоленском, Курском и Орлом. Или другой вариант. Пусть фрицы помнят русскую Катюшу, Пусть услышат, как она поет. Из врагов вытряхивает душу, А своим отвагу предает. Замечательная песня. Пожалуйста, предлагаю ее вашему вниманию. Расцветали яблони и груша, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, На высокой, на берег крутой. Выходила, песню заводила, Про степного сизого орла, Про того, которого любила, Про того, чьи письма берегла. Эх ты песня, песенка девичья, Полетишь ты милому во след. И бойцу на дальнем пограничье От Катюши передай привет. Пусть он помнит девушку простую, Пусть он слышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, А любовь Катюша сбережет. Расцветали яблоня и груша, Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, Эх, да на высокой, на берег крутой. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Анатолий Новиков написал песню «Смуглянка». Такая лёгкая, такая задиристая, что ли, песня. И вот эта песня поднимала дух солдат, что было очень важно. Предлагаю вам послушать эту песню. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. От винта. Держи, лёгко! Я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, как клён пудрявый, раскудрявый резной. Раскудрявый, клён зелёный и смущённый пред тобой. Не отрывайся, заходим от соска. Клён пудрявый, раскудрявый резной. А с куглянком молдаван, как отвечала парню лад. Партизанский, молдаванский, собираем мы огрян. Нынче рано партизаны в дом покинули родной. Ждёт тебя дорога к партизанам без густой. Раскудрявый, клён зелёный и смущённый, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён пудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый, клён зелёный и смущённый, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён пудрявый, да раскудрявый резной. Однажды случилось так, что был очень жестокий бой, и солдаты были просто вымотаны, физически вымотаны. И когда наконец наступило затишье, солдаты просто упали от усталости, и тут же все заснули. И вдруг в этой тишине раздалась песня Соловья. Эту картину услышал Фатьянов, и у него в голове родилась мысль написать песню, где были бы такие строчки. «Соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят». И отправил этот стихотворение Соловьем Седому, и он написал музыку, которая так и называется «Соловьи». Пожалуйста, послушайте и её. Соловьи, не тревожь, не тревожь, не тревожь, не тревожь, не тревожь. Соловьи, не тревожь, не тревожь, не тревожь, не тревожь. Соловьи, не тревожь, не тревожь, не тревожь, не тревожь. Соловьи, 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 не тревожь, не тревожь, не тревожь. Соловьи, не тревожь. Соловьи, не тревожь. АПЛОДИСМЕНТЫ Много, конечно, песен родилось в годы Великой Отечественной войны. Ну, например, песня «Три танкиста». Танкисты считали, каждый экипаж считал, что это именно про них написана песня. И однажды спросили у одного танкиста, который сумел вырваться из окружения, «Как ты мог победить такую орду врагов? Как ты мог уцелеть?» На что он сказал? А нас было трое – «Я», «Танк» и «Песня». И действительно, песня помогала солдатам, помогала им верить в победу, сопровождала их всегда. И песни военных лет живы до сих пор.